Привет всем стратегическим жевжекам планеты Земля! Вы видите и слышите главного стратегического жевжека Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Old World за хетов на последнем уровне сложности. Случайно наткнулись на это видео? Лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикреплённом комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. У нас уже третью серию Сата Бандера Могучая ведёт хетов к процветанию. По-моему 55-й год что ли? Давайте я уберу свою рожу. Да, 54-й год правления, господи. А знаете, я подумал, у неё сын уже 50 лет будет. Может нам сразу к внучке перейти? Её сделать? Наследницей? Мудрость 1, харизма 1, отвага 5. А этот интриган, мудрость, харизма... Ой, блин, не знаю. Да нет, в принципе, ну чё, пускай он поправит. Чувак столько ждал, чтобы править. Так, какие у нас тут делегации из Греции пребываются с предложением брака с вашей внучкой-герцогиней Хаймарс? Хм... Может породниться действительно с греками? Тактик или глава шпионов? Или этот агент глава шпионов? Ну, в принципе, мне нравится этот чувак. Сострадательный тем более. Давайте берём его в мужья. Отказавшись от посещения большей части ежедневных лекций, герцог Лобарна решил сосредоточиться на изучении политики, этики и искусства дебатов. Вокруг него даже собралась небольшая группа верных последователей, записывающих его учения. Спустя несколько месяцев усердных исследований, Лобарне удаётся составить первый настоящий политический манифест. Так, побудить его к распространению этих учений в народе. Потребовать, чтобы двор использовал накопленные им знания. Давайте вот это. Я хочу просто поменять государственную религию на иудаизм. И для этого... А для этого надо 400 цивиков, поэтому попробуем именно их накапливать. Так, у нас вроде войны сейчас ни с кем нету. Да. Так, у нас война с данными, на самом деле. Война с данными, но это вот тут, ребята. Я бы их просто ждал, чтобы они сюда прискакали, и мы бы их тут отщёлкивали потихонечку. Так, у нас 9 приказов. Основная армия... Так, ну я бы вот этих мечников подводил. Так. Так, этого в город надо поставить. Потому что он будет тогда бонус давать. К счастью, вроде бы. Так, из деревьев. В дальнего боя давайте возьмём. Сейчас я проверю. Не, нифига. По-моему, когда стены построены, тогда юнит в городе начинает давать бонусы. Так, 3 приказа. Так, этих я пропустил бы пока. Я хочу, наверное, скаутами исследовать, пожалуй. 1, 2, а тут в лесу спрячемся, 3. Ну, давайте. Идите ко мне. Да, там с данными, по-моему, вообще все воюют. Рим с данными войне от греки. У греков перемирие. Я бы вот тут по побережью, конечно, хотел бы города поставить. Для этого нам именно что данных надо завалить. Надо дорогу в халеб строить. Ну, вот они подходят. Отлично. Племенной налёт из далёких земель близ Хатуса. Опять, опять я надеюсь... Ну, вот тут где-то сейчас появляется, а тут, видите, греки стоят. Сейчас по грекам опять пойдёт атака. Это очень качественно, короче. У меня тут ребята встали. Надо этому тоже генерала, наверное, назначить какого-нибудь. Блин, вот тут вот реально нужна дорога. От Хатусы к Халебу. Так, подожди. Так, я хочу посмотреть. Вот тут где-то надо будет провести, наверное. Может, я зря так юниты увел. Сейчас реально там набег варваров сверху. А вдруг они снесут нафиг греков. А я тут, блин, понимаешь, отошёл. Ну, я сейчас этим рабочим начну. Во-первых, сейчас границы вырастут ещё через ход. А во-вторых, вот тут рабочим начну вести дорогу. Мне что-то армия Рима не нравится. Ну, вон они пошли. Так, а почему они не нападают на... На греков? И греки почему на них не нападают? Вопрос. Так, конницей, по-моему, если мы... Нет, подождите. Какая-то конница, если убивает, то она может потом ещё раз атаковать. А я, видимо, ошибся. Блин, больше вот этого коника могут всё-таки завалить сейчас. Так, как-то опрометчиво немного. Блин. Так, ладно, вот этого я всё-таки оставлю. Видите, я лишние движения сделал. Этого я оставлю в городе. Добавлю генерала. Внучка, кстати, будущая наследница. Пускай учится битвам. Битвам. Блин. Чё строить-то? Я бы казармы строил. У нас тут армия будет постоянно нужна. У нас тут армия будет постоянно нужна. Так, этого сюда отведу, этого сюда подведу. Пока так. Я надеюсь, что варвары как-то на Грика немножко... Вот эти отвлекутся. А не прям конкретно ко мне. Мне и посила надо делать. Наверное, в Хатусе уже. Сейчас мы тут... Не, прям ко мне идут. Даже на римлян не отвлекаются. Блин, я разграбил. Вау. Нет, нет. О, слава богу. Я уже думал, хана. И Рим уж чё бы в иудаизм перешёл. Но мне реально надо иудаизм принимать каким-то образом. Копейщик. Ну, давайте копейщик. Так, увеличились границы. Смотрите. Они... Или... Да, захватилось. Смотрите, как оно разрослось. И тут железо захватили. Нормально. Ну, вот этот... Вот этот вот наплыв варваров, я даже не знаю, как мне отбивать. Ой-ой-ой. Главное, интересно, что они ни на греков, ни на римлян не отвлекаются. Вот это меня удивляет. Блин, 600. Даже не 400, а 600 цивиков требуется. Чё такое? Чё так много? Так, ну надо армию. Блин, может тут и бараки вместо дорог построить. Блин, кажется, тут война лучше. Потому что тут, видите, тут леса. В лесах вот эти стреляющие не очень... Ладно, я жду, чтобы они подходили. Видите, он стоит в лесу. Вот я прачник, видите, как он мало снимает. Что я лучше постою, наверное. Панкус — это народное собрание, высший судебный орган хедского государства, решающий конституционные споры. На нём несут ответы даже цари. Время трения на заседания в образовательных целях допускают детей. Так, становимся красноречивым, либо дисциплинированным. Ну, пускай красноречивым будем готовить. Кстати, я же вспомнил всё на месте, но это 100 цивиков. Да, и тут некого, кстати, нет вменяемых. Все какие-то продажные. Блин! Чё так плохо всё? Правильно, ну минус 5 к силе. Блин! Так, все генералы ещё к тому же. Уже и Рим сильнее, а Греция аналогичнее. Не, ну с Римом я справился, но мне не нравится, что тут армия Рима вокруг моих городов собирается. Очень не нравится. Так, давайте я гарнизон здесь построю реально. Так, пока окей. Блин, вот это, конечно... Реально наплыв варваров. Я же специально Грека там расселил, чтобы он с ними справлялся. В итоге он нифига не делает. Чё за фигня? Может, торговлю какую-нибудь отправить? По-моему, это тоже цивиков стоит. Так, пошла уже осада Хатусы. О, ну вот отвлёкся хоть на греческого... Блин, а как они так далеко с... Они через три клетки, что ли, получается? О, тяжело больная, с острыми болями в груди и откашливающая кровавую мокроту. Царица Сатабандера могучая, боится, что ей недолго осталось. Посреди ночи во дворец прибывает агент царицы Плавтии, способной из Рима. Со страшной вестью, римские шпионы раскрыли коварный заговор против вашей царской особы. Судя по всему, наши недоброжелатели заразили последнюю партию древесины каким-то прожорливым жуком-древоедом с расчётом на то, что паразит уничтожит все наши запасы. Что ещё хуже, эти жуки крайне агрессивны и ядовиты, так что агент советует предупредить рабочих держаться подальше от груза. Просто выбросить всю партию нельзя, жуки быстро размножаются и мигом распространятся повсюду. Уже дерево тоже не получится, дым будет ядовитым. По словам агента, есть лишь один выход, направить партию в Рим. У них есть особая кислота. Угу. Причём минус 260, нормально дерево будет? Ну вот, окружение, видите, нельзя здесь. Ладно, давайте отправим. Не знаю, боюсь оставлять древесину, может действительно что-то произойдёт. Ваши взрослые отпрыски, герцог Циципас, праведный принц Мотавела сострадательный, сопровождались во время охоты, на которой Циципас даже выследил могучего оленя. Но в последний момент зверя подстрелил Мотавела, решив брата заслуженного трофея. Разумеется, раздосадованный Циципас пришёл... Пришёл... Пришла, блин. Пришёл за справедливостью к вам. Кому должен достаться трофей, сопутствующий ему слава? Ну, я за Мотавела, потому что он... Этот... Наследник... Всё-таки... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, здесь ремонтом займёмся. Что? Блин. Воина мы долго строить будем, а тут надо восстанавливать стены, иначе город заберут. Ох! Там прачника. Тут я рыбака сделал, да? Следующий житель через ход, а пока тут нечего делать. Может, какой-нибудь закон принять? Ну, блин, ни рабство, ни свобода мне сейчас не помогут. Централизация… Хм… Ну, вообще, наверное, централизацию можно. Для этого совет соберём. Даст немножко больше «Цивиков». Блин, ну вот это все, ладно, стражу возьмем, генерала не будем добавлять, ну вот здесь есть генерал нормальный Блин, ну конечно тут хорошие места, но как даннов победить когда вот отсюда у нас постоянные набеги варваров? Хрен знает Греки, типа мы, мы ни при чем, типа мы, не трогайте нас, мы тут просто стоим Вон идите там, хатуса, хатуса вон там Идите туда Я на них не нападаю, потому что надо, блин, теперь по-моему Почему он по рабочим работает? Почему не по этому прачнику, например? Все, следующим ходом королева умрет наконец-то Формальный, кто-то уже развивает иудаизм, прикиньте Так, ну что, убиваем этого Дана Этим товарищем Сюда Лечимся Опять восстанавливаем Так, ну вот следующим ходом Я думаю, что я начну как-то уже кого-то убивать здесь Подходим Наверное, прачником по этому работаем Так Давайте совет Блин, мне очень не нравится, что я Ну, то есть, мне нет смысла строить армию, потому что у меня нет приказов на них Понимаете? Очень хочется еще религию свести Вот мне надо решить То ли набрать 400 цивиков и принять централизацию Я все равно уже не успею эту амбицию выполнить при жизни королевы А у меня будет 20 ходов Я думаю, что за 20 ходов я потом наберу Вот я бы принял все-таки иудаизм Чтобы улучшить отношения с Грецией и Римом Это очень хорошо улучшит отношения Блин, ну 15 Всего приказов, конечно, очень мало Мне тут надо Хотя бы Они вот хитрые, смотрите, они стоят чисто по лесам, понимаете? Чисто по лесам стоят Вот мне их поэтому надо мечниками подходить Мочить вот этих стреляющих Элитный погромщик, блин О, наконец-то Греция вприглазь хоть немножко Да, и живите каждый обстрел Плюс 10 к несчастью Так, вот этот вышел из леса И у нас новый король На похоронах царицы Сатабандеры Могучи К вам подходит царица Плавтия Справедливая За мной долг перед Сатабандерой Так, ну давайте, пускай 640 монет Я у нас, не знаю, на что деньги тратить Пока вражеские силы приближаются к Хатусе К вам с предложением приходит Телепину Интриган Он предлагает открыть ворота тюрем И набрать заключенных в армию Да, боевого опыта у них нет Но это может помочь усилить ваше войско Не буду Не буду рисковать Просто потому, что у меня Я сейчас повторю, у меня проблема не в том, что у меня армии нет У меня проблема в том, что нет приказов Вам, наконец, выпадает столь редкая возможность Провести день с вашим сыном Лобарной Прогуливаясь по священной дороге Хатуса Вы выходите к городским вратам Каждый из этих врат, объясняете вы Символизирует одну из великих добродетелей Хетского царства На каких вратах вы завершите урок? Отвага Бдительность О, в качестве наместника Давайте вот это, стойкость Надеюсь, приказы Нет, не будем принимать Блин, наместник Нужны цивики Видите, чтобы наместника Посадить Не буду Надо Так, контролировать Двух старых офицеров 800 единиц еды Открыть 40 карт Сейчас 19 Ну, я думаю, что скорее 800 еды мы сможем сделать Хотя Ладно, 800 еды возьмем амбицию Так, ну что Пора начинать атаку Вот, штурм Сработал Штурм означает, что можно Еще раз двигаться После этой атаки Наверное, зайдусь сюда Все-таки Работает тут Так, отлично Неплохо Неплохая вылазка Получилась Имхо Блин, я бы Наверное, к этому Подошел Только так Сделаем Блин, может Надо было Двух старших Офицеров Взять Потому что Я вот сейчас Планирую Как тут в бараке Достроиться Офицеров Туда посадить Ладно Продолжаем Советы Проводить Цивики Набиваем Чтобы В иудаизм Конвертнуться Пять городов Уже В иудаизме Не знаю Как ко мне Зароастризм Перешел Честно вам Скажу Мотовела Новый Интрига На что Что дает Катя Мы не посмотрели Что он может Делать Будучи Используете Легитимность Чтобы получить Приказ Ой, не Рекомендую Разведчики Имеют эффект Невидимый Вообще Везде Можем Брать Приемного Ребенка Еще Налет Около Хатуса Видите Там еще Четыре Появилось Так Давайте Улучшим Отношения С Антигоном Ух ты Работники Обнаружили В местной Шахте Новую Жилу Руды Которая Увеличит Выработку В этом Районе Однако Расширение Добычи Потребует Значительных Вложений Конечно Вложимся Лаврийский Рудник Появляется Теперь Когда Герцог Лабарно Завершил Обучение Политике Чем он Займется При дворе Оратор Может быть Послом Либо Судьей Может быть Советник Судьей Хотя У нас Правда Советник Еще Не Открыт Блин Прогиб Генерал Но Она Правда Не Так Подождите Мне игра Рекомендует Чудо Построить Ворота Иштар Все города Плюс 100 культуры Ну Не знаю Надо Подумать Так Значит Начинаем Здесь Опять Раз Шторм Видите И Подхожу Вперед Я еще Смогу Этого Проатаковать Блин Шанс Крита Повышаем Не должны Вроде Убить Сейчас Я надеюсь Ой Можно Какой-то Рабочий Рабочих Да Ополченцев Улучшать Блин Ну Они же Закрывают Мне Проход Блин Ладно Давайте Тогда Гарнизон Строить Не гарнизон В смысле Казармы А Две Городских Клетки Фак Значит Вот Здесь Придется Сейчас Могут Убить Вот Эти Подошедшие Между Прочим Там 5 ходов 8 ходов Одно разграбление 5 другое Еще Вот Эта Группа В черных Купальниках Что-то Вообще Душат Самое Главное Отсутствие У меня По Ресам Вроде Все норм Но у меня Дико Не хватает Приказов Вообще Слушайте Я могу их Покупать У меня Нет Нет Все Пока Окей Вот эти Насколько Они близко По греку Работают Так Окей Все Не так Плохо Блин Наследница Горделивой Стала Блин Ну что вы тут Стоите Дайте Дорогу Построить Ой Встанут Ну видите Как оно По лесу Очень Очень Слабо Бьет И чуть Чуть Не добил Надеюсь Грек Может Добьет Хотя бы Хочется Верить Блин Тут с юнитами Проблемка На самом деле Надо отходить И лечить Видите Я могу Атаковать Этим Штурмом Могу Только Соседнего Атаковать А что У нас тут За ресурс Появился Лаврийский Рудник Просто Лаврийский Рудник И что Просто Железо Кучу Дает Видимо Так Придется Дорогу Вести А то Они Тут Мне Так И Не Дадут Дороги Вроде Как Содержание Не Требуют Блин Я бы Отошел Наверное Рабочим Еще Одну Казарму Можно Кстати Поставить Две Казармы По-моему На город Ставится Давайте Покупать Приказы Этого Вести Туда Так Так А еще Могу Походить Ну Мне не на что Просто их Больше Тратить Практически Везде Есть Генералы А там Где Их Нету Там Хреновые Какие То Генералы Тут Блин Мне Надо Отбиваться Какая Это Жопа Вообще Происходит Может Зря На последнем Уровне Сложности Это Ставил Я думаю Что Для многих Это Напомнит Четверку Где Тоже Варвары Вот Так Вот Пёрли Ну Тут Тут Просто Никак От Этого Не Защититься Кроме Как Воевать То Есть Все Больше И Больше Лучше Юнитов Сделать Я Просто Больше Сейчас Вот Минус Вот Этот Коник У Меня Будет Да Походу Греция Война С данными Брак Между Испарьей Младшей Это Какой-то Не Наследница Это Одна Из Блин А с Кем Они Кому Они Предлагают Брак Это Вторую Жену Предлагают Иначе Царица Очень Расстроится Сильно Расстроится Ревнует Блин Ну нам С другой Сторон Не то Не то Не надо Давайте Давайте Нет Нам Ни Деньги Ни Военные Очки Не Нужны Полуденную Тишину Нарушает Звон Кила И стук Когтей Амраморный Пол Ваш Пес Оголтело Проносится По дворцовым Коридором Влетает В тронный Зал Прыгает Вам на Колени Под Охи И Ахи Прислуги И Обернувшись Вокруг Себя Сворачивается Калачиком Не Проходит И минута Как В зал Вбегает Запыхавшийся Стражник Прошу Прощения Царь Ваш Пес Напугал Верблюдов Один Из них Сбросил Олигарха Кадуси Егерша И та Гонялась За псом По всему Двору Как Вы Поступите Минус Двадцать Мнение Персонажа Атак Плюс Сорок А это Кто Глава Семьи Да Глава Семьи Ладно Избавим Блин Хотя Нет Давайте Нет У нас На самом деле Мы с этой Семьей Улучшить Отношения Как-то Так А могу Я Сменить Религию Сто Цивиков То есть Блин Сто Цивиков Самому Королю Требуется И еще Шестьсот Государственную Сменить Вообще Охренеть Семьи Семьи Продолжение следует... Блин, куда дорога... А, действие, блин, господи, куда-то дорога делась. Возможность строительства дороги. Так. Ну. Блин, ну если я сейчас назначу офицера строиться, мы не откроем, блин, еще один совет придется. Мне просто нужны все цивики пока из городов. Давайте тоже барак, еще один. Просто какой-то постоянный налет. Еще в бараках, кстати, юниты будут опыт получать. Я не знаю, я что-то... Не знаю, а как там другие цивилизации? Уже все сильнее и умнее меня. Пока я тут борюсь с варварами. Не, ну у меня уже один развитый город. Это как раз тупо за счет того, что я убиваю юниты. И как бы вот это надо уже в течение двух ходов починить. Давайте полис откроем тут и стены, и деревни, и вообще все так. Меняем религию. Сразу улучшились отношения. Ну, с этой ухудшилось, но тут было более-менее отношений. Мы их постепенно переделаем потом. Сразу улучшились отношения. Сразу улыбаем! Сами-ну. так ступаю лечусь болючие вот эти ну тут надо вот сюда отступить следующим ходом надо вот этого выкуривать и чинить иначе у нас исчезнет пастбище придется заново его строить вообще нафиг надо так офицер ученик здесь наверное еще рыбака вот почему в эту сторону чтобы эти рыбы добавились блин просто просто с варварами борюсь так но у меня должно сейчас улучшится отношения с соседями что ради этого давите 90 с римом 23 теперь надо бы отправлять к ним караваны я еще думаю я не помню это стоит надеюсь не цепи тут 100 цивиков господи где мне цивики взять этим коням все лупят племенной налет из далеких земель близка деша вы прикалываетесь то есть вот здесь сейчас еще появились охренеть просто охренеть так лечим убиваем убиваем известный как мотовело воин чинин атакуем и тут рабочие не захватываются они урон ну то есть по ним урон только наносится так что мы здесь спокойно выстоим фига я всеми походил блин я надеюсь грех там даннов не побеждает и не заселяет моими сами за откуда у него столько приказов вот это конечно на высоком уровне сложности мне это не нравится явно у них откуда-то куча приказов и они не стесняясь их используют вавилон встретили давайте просто поможем раненому нам деньги не нужны так ну вот вавилон уже тут поблизости прингрим развивается во всю музыку у рима всего три города у вавилона 6 у греции три города и у меня три города но у нас тут конечно мы очень плотненько я думаю что там другие еще лучше развиваются чем мы мне кажется вот если бы тут не повоевал с грецией и римом меня было вообще жопа но мне правда и сейчас есть но это вот как-то надо влезать я не знаю как мне воевать с данными если у меня постоянно налет и вот отсюда сверху кажется это это надо отключать в настройках игры потому что тут просто невозможно что-либо делать получается ну вот греция виза было написано 17 приказов вот у меня 15 приказов и что я могу спокойно разгорбитый генерал алексинян сострадательный получил ужасную рану после нее вечным напоминанием остался большой шрам к счастью угрозы жизни не было но это еще долго будет предметом обсуждении во дворце покрыть шрамами плюс 1 так построить памятник чтобы выкачить его жертву давайте построим памятник не жалко для такого великого бойца не пожалеем и камнеца уже столько реально уже культурно вот эпос было правильным решением взять я культуру уже на битвах набил давайте глянем я случайно не первый уже по убитым юнитом по потерям пятый из восьми а по убитым шестой даже не второй скажем так ставлю в казарму потому что в казармах они повышаются каждый год получают опыт блин уданов война со всеми они не смогли в этом мире ужиться так делегация из греции прибывает с предложением брака с вашим сыном герцогом лобарной житя лобарна у нас это кто вообще это не наследник нет посовет тут халия наследник давайте как бы переименуем его ту-ту-тей-ши будет вот тут еще у нас будет наследник так алобарна кто я не посмотрел а это один из сыновей ну что можно можно так дворцовая жизнь это нескончаемый круга рота распли конфликтов и лжи к счастью у вас есть друг который всегда готов выслушать тот никогда не предаст и не выдаст единого секрета ваш лохматый слюня во временами вонючий но безоговорочно верный четвероногий спутник минус 40 несчастье в хату все отлично так царь матовела переходит в иудаизм отлично так копейщик наемник я бы взял лишние юниты никогда не помешают и конер пока стоит так 20 лет интриганка мудрая харизма не отважная а тут 20 лет командир да я наверное командира брал герцогиню дианасу так теперь назначаем генералов в армии я бы наверное сюда копейщика герцогиню консорт дианасу а такой же юнит блин я тогда ее надо в мечника тогда тогда вот эту цеданта младшего эту в мечника добавим с тем же юнитом так два приказа потусе воина завершили надо восстанавливать стены иначе мы несчастье постоянно получаем дороги проведены блин казармы две построены наверно надо вот здесь а тут меха уже до блин даже не знаю давайте я на раскаутом похожу не знаю что рабочими делать пока вот тут с данными вавилона сильнее эрудиты силы греции аналогично ученые сильнее ученые хоть не эрудиты так у нас 14 ходов до централизации то есть мне надо 400 цивиков набрать чтобы централизацию принять блин можно уже прекратить набеги варваров пожалуйста а я еще сделал поставил что нельзя настройки игры в течение партии изменить типа чтобы я их не изменял такой честный был 24 сейчас видел у греции ходов блин там хотя бы прачника грека мочат обратите внимание что он на моего встал скаута но мы мои скауты сейчас не видны вообще нигде потому что у меня лидер интриган у нас хорошее отношение сразу с грецией и римом стали любо-дорого из семьями но тут хотелось бы шокашек у саран еще перешел в иудаизм но так как иудаизм в большем количестве городов распространен то я думаю это не проблема надо доделать стены я бы стоял здесь честно говоря плевать что там атакую здесь надо фермы ставить вместо этих лесов меж одна из этих 800 еды накопить да пожалуй сделаем шахту а тут ферму логично ряд потому что она рядом с пастбищем так офицер ученик да можно было наверно брать как прожить а что тут у нас семья делает сельские специалисты быстрее надо вот здесь конечно шахту поставить и туда сельского специалиста организовать а давайте есть пока последователи иудаизма сделаем распространим иудаизм халеб о перси перси встретили перед нашими разведчиками разворачивается необычная сцена персидские солдаты секут кнутом связанного по рукам и ногам человека это падаль говорят они подстригала народ к мятежу шпионила за царской семьей пыталась проникнуть в сокровищницу несчастный же настаивает что он ни в чем не виновен давайте нового придворного министра из персии получим блин греки сейчас вот эту территорию захватят короче мне явно туда надо кого-то шустрого отправлять в надежде что мы прибежим добьем его и займем как раз чтобы сюда город поставить блин как-то эти варвары прекратят нападать от египта еще греция так расселяется беззастенчиво согласитесь типа вообще аж сюда вон доперли юниты чу перса обстреливают так царь персии мертв отлично иудаизм новую теологию гностицизм это по моему от храмов там будет зависеть греция мир с вавилонами с вавилонии налет около хатуса опять да господи и семейство кусаранов иудаизм перешло отлично так полис открыт дополнительные 20 приказов но это одномоментно понимаете я не думаю что мне вот как раз одномоментно это нужно а вот советника открыть я думаю круто ваш брат алексинян погиб а 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 и а а а а а и а все а есть другие здания так придворный с прискорбием сообщает о смерти вашего брата повышение положения парисатиды в персии вызвало народное восстание в городе халеб где много этнических персов нам нужно как-то утихомирить недовольство населения прежде чем их пор распространиться дальше ничего выдворить минус 30 к несчастью халебе но становится нетерпим минус 20 процентов цивиком о давайте да да остается умным проведем в честь них празднование прибывает посол из рима с дипломатическим предложением о предложении мира отлично все с римом мир это значит что шанс что он объявит войну очень низок очень то есть на это с этой стороны можно немножко расслабиться так я бы в катусе наверное делал поселенцы уже это жить автолибе в халебе 6 ходов не давайте мы в халебе лучше сейчас рыбака он доделает это те же восемь ходов но оттуда идти будет быстрее так что поселенцы мы не будем тут делать на что у нас семья все время забываю кавалерия мы не можем пока кавалерию строить эти форум нам надо 400 цифика в централизацию принять 12 ходов осталось сюда встану смотреть что вокруг надо уже эту территорию тоже открыть что тут надо посмотреть что тут греки не захватили ли эту территорию данных дом рим вон например нападает и за кто рим правда пройдет если наверно увидим поселенцы сунта поведет еще приказ у них у них всех юниты такие прокаченные практически сразу и ну вот приказы пишет как будто немного там ферс 19 приказов как хорошо что не этого прачника тут мучают просто в лесу стоит они его лупасят египет начинает средства рот и штар царица плавтия благородная мертва царь серви новый принял трон и он сразу отрекся от престола и веби новый принял трон интересно интересно но вы правитель не терять времени на то чтобы заявить о себе отправив к вам вооруженный отряд дипломатов римские головорезы предъявляют вам требования вибия римляне сло слишком долго с вами осторожничали но видимо блин золото но 17 железа вход это на данный момент намного больше чем 41 так что да заплатим 41 золото что ж поделать в данном случае рим вправе сильного стой встаю вот это городская городская постройка считается мы тут очень хорошей защите находим опты крит прошел не буду помогать убивать пока я не буду уверен что я захвачу эту клетку добавим стоим блин или подойти этим прачником вот сюда и обстреливать их два приказа надо даже 3 давайте наверно я тоже в лесу стою то есть если они будут обстреливать я буду мало урона получать но надо стоять терпелин я не знаю конечно очень очень тяжко все меня опережают по очкам тут опережают по развитию очевидно ну вы знаете но не пишет типа намного сильнее вот еще такое там намного сильнее и так что там грек пошел уже в атаку мне прикалывает я подошел и все начинают моих юнитов бить а не грека да блин почему он сделал он юнит кстати выполнил амбицию 800 детское царство во многом повторяет наше соседнее царство грецию близость их нации к нашей как по границам так и по силе привела к большому напряжению между двумя государствами в народе ходят слухи о странных обычаях их жителей а советники опасаются военной угрозы если они положат глаз на наши ресурсы советники предлагают принять меры чтобы подготовиться к возможному росту могущества греции сконцентрироваться на обучении армии повысили 10 раз провести все возможные исследования чтобы получить открыть 8 технологии то точно не получится мир с племенем если так я не вижу в греках я не могу те амбиции взять просто просто не это так марш-бросок делаем и получилось поселение данов находится ветка ветхая тюрьма много лет здесь томятся десятки хетских солдат и граждан большинство из которых их близкие считают погибшими их освобождение нужно отметить да так и есть все я занял это место под город сейчас халибе строим поселенца и там делаем город отлично очень хорошо получилось так что у нас здесь лечимся но к сожалению приказы закончились не надо было их так переместить чтобы обстреливать и с этими надо бороться кажется сейчас минус мечник будет правда я давайте зайти что я наверное возьму приказ отойду вот сюда а я уже вылечился блин черт я чуть немножко тупанул слегка она давайте вот этим воинам подойдем ну тоже хорошее место соль три жемчуга будет возможно еще может до слонов дотянемся пусть алёша у сашман до туда дотекает все там хана мечнику эти набеги это конечно стрындец вы готовитесь к встрече с делегацией чужеземных сановников когда узнаете что герсогиня консорт кадуси и герша показывал а как показывала им достопримечательности города эта роль обычно отводится послу позже призвав кадуси к ответу вы слышите от нее что все еще обязаны ей услуга и она просит вас назначить ее на этот пост но мне все таки больше этот посол нравится так что пускай она жаждет мести несколько разведчиков вернулись со свитком папируса который едва не разваливается на части развернув его вы видите потускневшую карту с неизвестными границами и названиями поверх хорошо знакомых очертаний вашей земли мысль о том что другие ходили по этой земле до вас оставляет странное ощущение чего-то присутствия повторяете ли вы успех нации прошлого так амбицию контролировать пять морских юнитов изучить 40 процентов карты нет просто узнать все что можно из затертого свитка не могу ни то ни другое явно мудрость харизму я бы наверно харизму взял нам цивики нужны все больше и больше ну вот сюда подойду так теперь этого рабочего централизация 9 ходов осталось но у меня 50 цивиков вход по идее через три хода я смогу принять хочется верить ой что я что я нажал делать не понял что то я нажал делать случайно этим юнитом ошибся так знаете пора уже деревне начинать строить у нас уже не так много денег блин уже занял кто-то место под город здесь греки рим то есть рим реально хочет вот тут город поставить да очень интересно мне кажется слушайте а как отношение ну мне кажется у рима с грецией должны быть хорошие отношения потому что одна одна вера так рим с грецией минус 19 между прочим а у греции с римом плюс 182 то есть греки к римлянам очень хорошо относятся а рим не очень а куда делся прачник просто делся он ушел что ли нет это вроде не он блин факт сейчас там будет нам круче ломать все и лицо заодно а где текст того что происходит не стать закон добровольца чё за закон добровольца блин не написано прикиньте что происходит где она вот ой это далеко вряд ли это выполню ну придется видимо плюс 120 несчастье в халебе генерал цеданта младший написал объемный труд защищающий своды иудаизма от нападок безбожника телепину интригана особое внимание цеданта уделил продолжительной истории религии работа стремительно набирает популярность в ученых кругах телепину интриган на коленях просит вас запретить ее распространение дабы он мог сохранить лицо ничоси а кто телепину интриган это а вообще не знаю кто это так что нет пускай более к иудаизму лучше отношения иудаизм ко мне лучше отношения блин ну тут отступать надо опять что ли что ли что это конь мне все тут поломает бежим конем помогать да приказов мало реально очень-очень тяжело идет но последний уровень сложности я наверно поспешил поспешил повторюсь с такими нападениями постоянными минус 25 к деньгам пошло уже ну ничего тут пару этих построю кстати вот наверное может вместо дороги лучше тоже домик поставить это в четвертой циве они постепенно вырастают что он там ферму поломал теперь жена умерла нет так колесо мы открыли верховного соединника теперь можем назначать я его назначу и не знаю что это 100 цивиков требует но это бонус к развитию и давайте метафизику пожалуй хотя нет топорщика топорщика это мы апнем мечников в более современные юниты военноначальник да за его правление конечно мы кучу всех поубивали а вон где прощник так траур по царице консорту народ хатусы восстал седую на состоянии опять недовольство так поручить песцам составить свод законов и обязать гражданам следовать пообещать построить новое зернохранилище контролирует 4 житницы а 4 житницы это что именно это вот эти амбары которые блин а закон какой и и сдать закон свод законов тоже далеко но ладно 4 житницы давайте это больше вероятность Вы пристально наблюдаете, как колонна хетских воинов Стройным шагом марширует по улицам Хатусы Враги содрогаются при виде нашей армии А люди уже именуют вас Неизвестно кем, вопросительным знаком именуют Признавая ваше умение руководить войском нации с непревзойденной эффективностью Вас наполняет гордость Когда, если не сейчас, обозначить новую амбицию Еще одна амбиция, да господи Контролирует 8 святилищ Контролирует до шести казначительств Надо шесть городов Так что нет, без шансов А, подожди, ну даст 120 Давайте, знаете что, давайте Возьму Невыполнение амбиции Это минус 5 Минус 5 Блин, патриарха Он старый, 65 лет Он может умереть довольно скоро Ну блин, к росту городов К цивикам Ну давайте возьму Блин, ладно Тем более у меня 400 осталось Давайте примем Централизацию, наконец Три амбиции выполнено Ладно, поведу пока дорогу Нам надо быстрее просто будет туда Поселенца довезти Скачем на помощь И тут форум завершили Сделать стены офицеров Блин Я бы, наверное, офицеров делал Или пастуха Не, ну у нас с ростом и еду И вроде тут норм все Сорга Вот я сюда могу Но сорга не является Ресурсом роскоши Понимаете Нам бы соль еще обработать И туда специалиста посадить Ладно, офицера У меня тут просто бесконечное Какое-то нападание На меня Ну вы прикиньте Сколько я еще Уже культуры На всем этом набил Он у перца Четыре города И все развивающиеся Они тоже все эпос Попринимали Или только я Один такой Он разных бьет Там кадеш уже Наш король тяжело больной становится Наследним горделивым Однажды утром На ступенях дворца Появляется Странный мистик Поначалу он занимается Медитацией Делая ли это Лишь на рассвете И закате Однако Когда у вас Начинаются приступы Кровавого кашля Мужчина тут же Появляется За вашей спиной За сим меня и призвали Объясняет он Я прибыл Дабы облегчить Твою боль Я могу исцелить тебя Однако взамен Позволь мне находиться Под литрона И быть твоим советником Продолжает он Ибо за сим Послали меня Хм Звучит подозрительно Ну давайте ради прикола Возьмем его 25-летний Оратор Ой я думаю Как раз он нас и траванет У меня такое ощущение Тусатый министр Оратор О посол Мнение иностранцев Мнение племени Мнение религии Нет с иностранцами Давайте харизму Блин надо Надо бы еще и мир С греками как-то Заключить Какие-то Хорошие отношения Мы иудеи Друг друга Не обманываем Ну что Против племени Взять Наверное Заключить Заключить так хочу тут домик строить тут приказов не приказа не хватает просто еще одно приказа блин просто каждый домик потребляет видите одно яблоко но дает 20 монет а потом он через какое-то время все быстрее быстрее становится резиденции больше денег дает какая-то у меня да вот это семья хаттусанов еще быстрее позволяет это в домиках делать что надо быстрее здесь построить их они по моему даже еще клетки добавляют в города господи когда эти набеги закончатся я не знаю уже как с ними справляться просто просто трындец какой-то хоть хоть с греками и римом хорошие отношения имеем единственное что меня успокаивает пока кадеш атакуют недовольство слышится из хетских военных лагерей с распространением зороастризма многие его приверженцы стали называть себя воинами ахура мазды такие громкие заявления раздражают остальных бойцов присягавших на верность вам мотовела за кого же сражаются наши солдаты за царя или за бога так но мнение зороастризма мне не интересно потому что у нас большинство так во благо хетского царства о давайте хватит потаканием прихотям веры 85 цивиков и 42 42 науки отлично так знаете что нам надо в города разместить наместников у нас появились цивики в столицу наверное вот этого министра можно или царя давайте царя дальше в кадеш блин кадеш и все какой-то фигня а у этих это просто разные семьи поэтому разные меняется плюс одно несчастье понимаете это переговорщик она или нет минус цивик не хочу лучше плюс цивики так теперь с этими варварами надо что-то делать кого-то одного надо убить суровая свирепы давайте суровая там получены повреждения она будет иметь плюс к атаке так домик построен еще могу один домик до 3 могу наверно вот сюда давайте купим приказы ну и пока не буду использовать не буду больше покупать так здесь я хотел вот сюда сразу спеца на добычу железа господи как же как же эти набеги варну это прям как народы моря знаете вот в те времена так у меня тут по моему народы снега как его дикие ходоки блин постоянно вот оттуда приходят своих снежных равнин и мутузит меня иудаизм устанавливается так у нас у иудаизм уже полностью весь прокаченный так герцог тут эши пускай философию изучает надо уже науку прокачивать здесь доведем дорогу так какого хера мне тут мешают пройти ну блин ладно здесь давайте рабочего атакуем мечником потому что стреляющие как раз в лес очень плохо еще этого мечника видите как он мало наносит урона зато поэтому он побольше должен наносить чего то грек нифига не делает интересно не помогает вообще никак офицер ученик тут пойду соль обрабатывать потом не вы прикидываете как как вот сюда рим вообще добрался я не понимаю я реально не понимаю как вот они так города расставляют блин ну давайте еще рабочего видимо сделаю тут по виду сюда проповедника миссионера давайте глянем на что прокаченный иудаизм так формализм минус 10 процентов коррупции и два цивика от монастыря гностицизм плюс два цивика за каждый архив и от каждого храма плюс одну науку за городского специалиста и наконец просветление минус два несчастья за каждого старого монаха мне короче в храмы монастыри надо как-то выходить и старых монахов там делать но на этом я думаю серию я закончу и так длинные серии получаются world world надеюсь вам нравится ну блин захватывающе захватывающе лично мне сложно вот есть некоторые моменты которые надо было отключить то есть вот эти набеги варваров все-таки мне кажется тупо и тупо что цивилизация находящаяся вот здесь ставит город вот здесь каким-то образом пролазя вот туда вот запихивать ну просто это не не выглядит как бы таким логичным блин минус прачник у меня черт убили все таки ну и тем более последний год мотовело способного его смерть мы уже увидим в следующей серии спонсоры канала могут поискать ее прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она выйдет завтра ну и техуя тоже выберу следующим все играйте умные игры слава украине живи беларусь и россия будет свободной я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео